Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Игорь Игоревич от ОПЕКОВ, канал На Пульсе. И хотел бы дополнить несколько прошлых видео о постковидном синдроме, о лечении постковидного синдрома. И вообще это видео будет полезно людям, у которых есть хроническая усталость, потому что во многих случаях одним из механизмов развития хронической усталости является растворство работы митохондрий. Митохондрий это в наших с вами клетках, они расположены вокруг ядра, и это электростанции, которые производят энергию. Если расстраивается их работа, энергии не будет, клетки плохо функционируют, и энергии в организме не будет, ну тоже. То есть человек будет себя плохо чувствовать, и у него могут быть совершенно разные симптомы. Поэтому немножечко хочу в этом видео обратить внимание на то, каким способом можно восстановить работу митохондрии. Если в вашем случае есть такой механизм усталости, то вам могут быть полезны эти советы. Давайте начнем. Итак, дорогие друзья, не буду останавливаться, уже рассказывал об этом в прошлых видео, что есть там постковидный синдром, очень похожий на него поствакцинальный синдром после вакцинации. Почему? Потому что считается, что при этом, при постковидном синдроме в организме длительное время в иммунных клетках сохраняется спайк-белок. Спайк-белок это основной белок коронавируса, которым он цепляется к нашим с вами клеткам. И этот белок может долго находиться в иммунных клетках. И он может их постоянно стимулировать, они будут постоянно выбрасывать вещества для поддержания воспаления. Потому что воспаление, оно призвано очистить организм от чего-то неблагоприятного, от чего-то чужеродного. Но в данном случае спайк-белок, он достаточно уникальный, потому что он сидит внутри вот этих иммунных клеток, внутри моноцитов, и он не дает им себя переварить. То есть они не могут его переварить, они не могут его выставить на поверхность, чтобы познакомить иммунную систему с ним нормально. То есть получается, что он сидит постоянно, эти клетки, он их раздражает, они постоянно будут вырабатывать провоспалительные вещества, будет постоянно поддерживаться воспаление. И у человека длительный такой вялотекущий постковидный синдром. В зависимости от того, где эти клетки сидят в основном, это может быть, например, в головном мозге, и тогда у человека будут все симптомы со стороны нервной системы. Это усталость, это головные боли, это мозговой туман, нарушение концентрации, нарушение памяти. Человек плохо соображает, у человека постоянная сонливость, нарушение сна. У него могут быть депрессии, звон в ушах, панические атаки, расстройство запахов. То есть нюха, либо он плохо чувствует запахи, либо у него могут быть, он может чувствовать запахи, которых не существуют, так называемые фантомные запахи. Это связано с тем, что как раз считается, что сидят эти клетки иммунные в тканях, в мозге, клетки микроглии, которые будут постоянно поддерживать воспаление и отёк. И отёк, этот воспаление, естественно, будет повреждать нервную систему. Кстати, зачастую при вот этом вот состоянии мы видим такие качели, то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. И это как раз вызвано такими массивными выбросами воспалительных цитокинов. Об этом я, кстати, подробно о механизмах рассказывал в синдроме активации тучных клеток, как о причине постковида. На самом деле у этого синдрома очень много общего с постковидом, поэтому многие учёные относят постковидный синдром как раз вот к разновидности синдрома активации тучных клеток. Я знаю, сложно, но посмотрите видео, я оставлю ссылку, там подробно просто и с картинками. То есть нам надо как-то успокоить вот эти вот иммунные клетки, и нам как-то надо попытаться вывести спайк-белок из них и вообще из организма. Кроме того, ещё возникают тромбозы, микротромбики в мелких сосудах. И это тоже будет связано с развитием многих симптомов, в том числе симптомов со стороны головного мозга. То есть на это тоже надо обращать внимание. Таким пациентам обязательно нужно сдавать коагулограмму и дедимер, потому что они будут показывать, насколько у человека есть разлад системы свёртываемости крови, и есть ли у него тромбообразование активное в организме. Сердечно-сосудистые могут быть проявления. Часто можно увидеть, что у человека там разлады с давлением. У кого-то оно стало постоянно низким, у кого-то оно прыгает, у кого-то аритмии, у кого-то вообще непереносимость каких-либо нагрузок. Пульс начинает зашкаливать при любой нагрузке. Могут быть спазмы в сосудах и мраборность кожи, например, и сильно мёрзнут руки, ноги. И это тоже связано с вышеперечисленными механизмами, а также с повреждением, со влиянием на кровеносные сосуды. Более того, это воспаление, и, кстати, не только воспаление, но наш организм производит антитела против спайк-белка. А ещё он производит антитела против антител против спайк-белка. Соответственно, антитела против антител, они очень хорошо друг с другом могут соединяться. И, соответственно, как и спайк-белок может соединяться с антителами, Они, вот эти антитела против антител, они ведут себя как спайк-белок и могут вызывать подобные проявления И это уже аутоиммунное состояние, то есть это уже состояние, когда иммунитет поддерживает вот этот вот постковид То есть даже если у человека спайк-белка нет, есть вот эти антитела Но хорошая новость, что со временем все-таки постепенно, если это действительно постковид, он будет потихонечку снижаться и уходить Ну еще один механизм, это из-за постоянного вот такой стимуляции, иммунитет будет перестраиваться, он будет подавляться И могут активироваться всякие хронические вирусы, они тоже могут вызывать всякие разные такие вот проявления И кстати поражение нервной системы, не только центральный, не только мозг, но и могут быть периферические нервы, могут быть автономные нервы То есть та нервная система, которой мы не можем управлять, а которая управляет нашими с вами органами Ну например сердцем, кровеносными сосудами, отсюда давление, отсюда аритмии Может быть ненормальная потливость, например Или состояние боли или слабости стороны опорно-двигательного аппарата Боли в мышцах, боли в суставах Выраженная слабость мышц, человек у него реально не может выполнять свои повседневные задачи Часто после ковида нарушается работа желудочно-кишечного тракта То есть возникает и тошнота постоянная, диарея, вздутие живота, боли в животе, нарушение аппетита и другие проявления А также можно часто увидеть нарушения со стороны, например, кожи Это изутый, какая-нибудь сыпь или со стороны слизистых Допустим нос постоянно течет, слизь постоянная, чихание, глаза горят То есть в зависимости от того, где эти иммунные клетки больше всего активируются Там в основном и будут проявления Для обследования всегда нужно сдавать общие анализы Сдать С-реактивный белок, ферритин обязательно, Д-димер С-реактивный белок нам показывает состояние воспаления Ферритин нам тоже показывает и воспаление, и активацию клеток иммунных макрофагов Д-димер показывает, насколько обильное тромбообразование идет в организме Проверять обязательно щитовидку, гликозилированный гемоглобин Потому что повышенный риск развития диабета Если появляются какие-то аллергии, непереносимости Всегда к аллергологу провериться, есть ли истинная аллергия Или это все-таки ближе к активации тучных клеток Об этом я тоже подробно рассказал в видео Когда тучные клетки вырабатывают гистамин То же самое, что происходит при аллергии, собственно говоря Но нет истинной аллергии То есть тут нет никакого аллергена А просто из-за того, что они вот такие вот очень чувствительные, очень раздраженные И в этом синдроме очень полезно сдавать трептазу крови Которая часто у этих пациентов будет повышенная Я вас прошу, не задавайте мне вопросы по синдрому активации тучных клеток Если вы не видели видео Потому что там все очень подробно И если у вас есть какие-то подобные проявления Пожалуйста, обязательно смотрите Если у вас есть постковидный синдром Или какие-то аллергии Вы не можете определиться, что это за аллергия Также сдаются аутоантитела То есть аутоиммунные антитела Антинуклеарные и антифосфолипидные Сдается уровень витамина D обязательно Потому что низкие уровни витамина D Будут предрасполагать организм к аутоиммунным проблемам И проверяются на активацию герпес-вирусов Если у человека есть одышка и кашель Например, нужно проверять обязательно легкие Зачастую нужно делать кардиограмму и УЗИ сердца И иногда МРТ мозга Но это уже все, кому действительно это нужно То есть врач определится И теперь, все-таки Что же делать с этим делом? Лечение может занять время И это не будет, скорее всего, что-то такое очень быстрое Но, во всяком случае Есть шансы избавиться от этого синдрома И опять стать человеком Прежде всего, нам нужно определиться Нужно нам кроверазжижение, так называемое, или нет Дальше нам нужно выводить спайк-белок И нейтрализовывать вот эти вот ауто-антитела Аутоиммунный компонент И здесь может помочь и вермектин Дозы я вам, к сожалению, не могу давать Не имею права Поэтому, опять, ненавистный всем совет Консультируйтесь с вашим лечащим врачом Который будет за вами наблюдать Но, к сожалению, вот так Потому что по закону так По интернету лечить нельзя И, кроме того, все разные У кого-то могут быть противопоказания Кому-то нужно больше дозы, кому-то меньше То есть нет ничего единого для всех Иногда приходится назначать один препарат Он не помогает или плохо переносится Мы назначаем другой препарат То есть не всегда с первого раза Можно подобрать правильное и хорошее лечение Нужно пробовать Но в качестве подсказки Я давал международную, зарубежную схему В видео о синдроме активации тучных клеток Как раз для лечения постковида И вермектин Он не только противовоспалительное средство Он еще и помогает выводить Спайк белок из организма И он помогает с аутоиммунными антителами Еще одним очень важным компонентом Является метиленовый синий Это антисептическое средство Для уничтожения всяких бактерий, микроорганизмов Для наружного применения Но некоторые применяют его внутрь Разводят его на стакан воды Буквально капель 5 или 10 И медленно выпивают после еды От 3 до 5 дней Если нет противопоказаний Еще может помочь Внимание солнечный свет И у этого тоже есть научное обоснование Потому что солнечный свет Особенно тот, который утром и вечером То есть мягкий Когда солнце достаточно низко И под таким оптимальным углом Падает на нашу с вами кожу Нас здесь интересует красный И практически инфракрасный Спектр видимого света Которые могут глубоко проникать в кожу А мы знаем, что у нас митохондрии Возвращаемся к нашим митохондриям Которые, как я сказал Являются электростанциями в организме У них есть много компонентов Это так называемые комплексы Через которые будут прыгать электроны И в конце концов будет синтезироваться энергия Так вот, четвертым комплексом Является хромофора Которая будет по типу, как у растений Которые используют свет Для того, чтобы производить энергию Вот этот комплекс, он во-первых окрашенный Во-вторых, он тоже может поглощать свет И поэтому нахождение буквально минут 15-20 Кому сколько, в зависимости от цвета кожи От смуглости человека Может быть достаточно ежедневно На свежем воздухе, чтобы улучшать работу митохондрий Плюс метиленовый синий Тоже улучшает транспорт электронов По дыхательной цепи в митохондриях Знаю сложные названия Ну то есть улучшает работу митохондрии, скажем так И еще одним участником той же самой дыхательной цепи в митохондриях Является коэнзим Q10 Поэтому некоторым людям может помочь его прием Опять же, у всех ситуация разная У кого-то спайк белок еще есть У кого-то антитела У кого-то расстройство митохондрии на первом месте То есть кому что помогает Еще что может помочь с удалением спайк белка из организма Это интервальное голодание Лучше, чтобы период голода был 16 часов Если у человека нет противопоказаний Если он там, допустим, не колит себе инсулин И надо это все учитывать Обсуждать с эндокринологом Потому что при таком голодании Клетки начинают активировать аутофагию То есть они начинают избавляться Поглощать, есть мусор внутри них Активируются другие механизмы Которые в норме, когда человек в сытом состоянии Неактивны И с помощью них можно попробовать Убрать вот этот вот спайк белок Из иммунных клеток Который там долго сидит И который клетка не может Обычными механизмами удалить из себя Ну еще за рубежом рекомендуют Низкодозный налтрексон Это средство противоборствующее Скажем так Наркотическим обезболивающим И у него есть много разных Интересных еще механизмов Одним из которых является Допустим обезболивание И подавление воспаления Иммуномодуляторная функция Он подавляет выработку Сосудистого фактора роста Который будет выбрасываться В больших количествах В очагах воспаления Вызывать Вызывать отечность Вызывать болезненность То есть он будет Воздействовать на этот механизм Это является одним из основополагающих препаратов При постковиде Но у нас мелкодозный недоступен У нас только высокодозный К сожалению Плюс может понадобиться прием магния Допустим пробиотиков Пребиотиков Или ресвератрола Еще что обязательно нужно сказать Что метиленовый синий При приеме Есть некоторые противопоказания Есть лекарственные взаимодействия Дело в том Что если человек принимает Антидепрессанты Которые являются Относятся к группе Посмотрите Вот вы принимаете антидепрессант В какой группе он относится Если это Селективные ингибиторы Обратного захвата Сиротонина Сложное название То с ним нельзя Метиленовый синий Равно как и куркуму И черный тмин И это такие основные препараты Которые могут помочь В синдроме хронической усталости И особенно В постковидном синдроме После вакцины Дорогие друзья Это все на сегодня По основным препаратам Есть еще другие Можно например Принимать активированный уголь Курсами Можно принимать Ортосифон тычиночный Который Активированный уголь Он будет очищать Кишечник Ортосифон Он будет стимулировать Очищение организма Через почки Пить много жидкости Ну То есть вариантов много Надо подбирать Для каждого Индивидуально Я вас прошу всегда Читать описание под видео И закрепленный комментарий Если у меня будет Какая-то новая информация Что-то важное Захочу добавить О чем забыл сказать Может быть Какой-то постоянный вопрос Будет повторяющийся Я тоже на него отвечу А поэтому не забывайте Пожалуйста читать Я надеюсь Это видео Будет полезно кому-то Желаю Если у кого-то Есть хроническая усталость Разобраться с причиной И ее победить навсегда Чтобы всегда быть Энергичными Полными сил И наслаждаться жизнью Желаю вам крепкого здоровья Меня зовут Игорь Игоревич До свидания Субтитры создавал DimaTorzok